Хозяева уже отдержали победу на тужом поле, и очень редкий случай, когда все переворачивается с точки зрения наоборот. Получится ли что-то подобное? Ничего нельзя предсказать с точностью, потому что это те самые команды, которые могут выдать нам непредсказуемый футбол. Вы это знаете, ребята. Думаю, надо бить и забивать. Это шаг! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Пошла борьба! Плотность игры непременная составляющая футбольного матча. Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Игра остановлена. Хорошее подключение справа и защитников он может безориентировать и предлагает свои услуги. Судья фиксирует на сайт. Сильнейшим ударом из своей штрафной далеко отправляет мяч. И если кто-то догнал, если кто-то на эту передачу откликнется, то может быть опасно. Эминеке. Я пока не очень пойму, чей этот мяч. По-моему, пока он не чеет. Перерывы уже. Одна из команды выбивает три мяча. Повод ли это говорить, что игра сделана? Итак, второй тайм. Думаю, что часть болельщикой атрибуды покинула, потому что счет крупный. И, в общем-то, любителям интриг как-то того смотреть особенно нет. Никто не хочет уступать. Ни одного мяча, ни одного метра. Обратная передача. Хорошо. И от Ипуна рядом больше нет. Вот тут может случиться очень интересно. Опасно! Ну что тут скажешь? Выигрывает команда. Так что вроде бы пока все это не имеет особого значения. Возвращает мяч партнеру. Думаю, опасно! Нам даже казалось с Василием, что все сегодня может заветать в ворота. Однако нет, с этим ударом вратарь справился. Повезло вам. Повезло вам! 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 Не худший вариант. Аут, хотя, конечно, пас безобразный, но соперник-то мяч не перехватил, а ведь могло быть и так. Свеженькие ребята вышли. Да не один, а сразу двое. Образцовый отбор, показал игрок. Есть возможность подать мяч в штрафную, что и происходит. Зажигает офсай фудья на линии. Думаю, надо бит и забивать. И вратарь красавец. Ну, здесь борьба будет в любом случае. Бьет игрок головой поворота. Может быть и не повезло немножко, потому что все вроде бы делал правильно. И я не понимаю, почему мяч в полюселковских так слабый. Ну, как, голова, ну, знаете, что, но ложка соприкосновения. Это очень тонкий момент. Нет, ну так со стандартных положений не играют. Иркин. Иркин. На вес будет, скорее всего. Передача находит Адресата и... Не смог точно пробить головой. Голова-то рабочая, но вот ее нужно прикладывать в правильное управление. Русь ли я на что-то. Ну, даже видно вот в таком варианте, когда игрок с мячом усталый. Вот как раз тот самый случай. Хороший момент. И неточный удар. Разрыв в счете остается прежним, как и сам счет. За игру подобное может быть до десяти раз, а может и больше. Форвард играет на грани офсайда. Линейный Маша. И вот потеря в центре поля. И игрок обороны выносит мяч за пределы поля. Да, я понимаю, что куда попало, но это и требовалось. Пошла борьба. Лопасть игры непременная составляющая футбольного матча. Опасный момент. Последний свисток в этом матче уже прозвучал. Встреча закончена. Ну вот и результат двух матчевого противостояния. Одни могут радоваться, другие плакали. Это была серьезная.